Более сотни полотен известного дагестанского художника, оказавшегося в вынужденном переселении, возвращены на родину спустя 25 лет после его смерти. Халилбек Муса Ясул – «Сто лет эмиграции». Под таким названием открылась выставка в музее Тахо Годи. Подробнее в сюжете моих коллег. Его творчество в советские годы было под запретом. А имя нельзя было нигде упоминать. Живопись, тексты, книги, дневники. Все так или иначе было пропитано печалью невозможности жить на родной земле. Все творчество – это вечная печать скорби. Он скиталец, невозвращенец, диссидент. И даже женившись на женщине не своей национальности, Мелани фон Нагель, он учит ее аварскому языку и пишет ее иностранку в дагестанском одеянии. Это портрет Саадат. Такое имя присылал ему художник. Он писал этот портрет со своей любимой женщиной – Мелани. Он изобразил ее здесь в костюме, в дагестанском горском красивом костюме. Это фиолетовый бархат, здесь сокол изображен. И красивые очень украшения. Это, кстати, кольцо старинное египетское. Ему подарила египетская принцесса. Он его потом отдал Мелани в знак любви. Осознавая важность популяризации творчества Халилбека Мусая Сула, Национальный музей Дагестана, в начале прошлого года заключил соглашение с родственниками художника о временном хранении живописных, графических работ, фотографий, дневников и документов. «Совет семейный принял такое решение, что эти работы надо, чтобы люди их видели, чтобы не забывали. И это было и завещание художника, и желание его жены, которая передала эти картины. И мы поэтому в Национальном музее эти работы передали в начале прошлого года. Но, к сожалению, в связи с пандемией, работы немножко приостановились. Музей брал на себя обязательство провести атрибуцию картин. И далее в больших планах, конечно, сделать музей и выпустить каталог». Портреты, пейзажи, иллюстрации к книгам. Совершенные линии, уверенные мазки, великолепная передача цвета. От работ художника не могли оторвать глаз и самые медийные личности республики. «Я сам в шоке, я первый раз вижу вот эти оригиналы, я на самом деле, хоть они хранились там, где там, в Москве, там, то, что, но мне реально нравится все это. До того красиво все. Я видел репродукции, там, то, что, но когда живу и смотришь, это кайф». Экспозиция продлится полгода, а дальше в планах авторов и кураторов проекта создание музея на родине художника в селе Чох. Печать полного альбома мастера и открытие постоянно действующего выставочного центра. Ларианна Шимхалаева, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала.